Сегодня на улицах Брест было особенно многолюдно, ярко и празднично. Не только от пюстрых цветов в руках школьников, от белоснежных блузок и воротничков, но и от радостного настроения, которое просто звенело в воздухе. Школьники, отдохнувшие полный сил, бодро шагали на торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Вместе с ребятами волнение начала учебного года в 26-й школе города Брест разделил глава администрации Московского района Андрей Филанович. 1 сентября отмечается в республике День знаний. Это праздник для каждого, независимо, это и ребенок, или уже взрослый человек, потому что он приходит к нам с первым звонком, с первым учителем. И на долгие наши годы, и на всю жизнь нарастается воспоминание о лучших школьных годах. Сегодня, начало учебного года, и в Московском районе за парты сядут, уже вчера данные уточнили, 30 на 1932 ученика, из них 3600 идут в первый класс. А в дошкольные учреждения входят чуть более 10700 детишек. Все учреждения Московского района готовы к началу учебного года. Нам удалось в этом году сделать и в 23-й школе капитально отремонтировать пищеблок. Завтра у нас будет открытие двух новых групп в детском дошкольном учреждении. Садик номер 9, это где Порокосовского 6, где ранее находился помещение магазина. Оно реконструировано, и туда уже завтра тоже пойдут детки в садик. В нашей школе, которая уже за три десятка лет, обучается порядка 1150 учащихся. И в этом году в первые классы пришло 98 детишек. Поэтому четыре первых класса мы открыли. Выпускается примерно такое же количество 11-ти классников. То есть, соответственно, мы держим паритет. Линейка, посвященная новому учебному году, всегда событие, всегда волнительное. Неважно, в первый класс идешь или в 11-й, переживают все – педагоги, мамы и папы, бабушки и дедушки. Первое сентября всегда вызывают очень много эмоций, целый шквал, эмоции противоречивые. Это и радостное впечатление от того, что встретился с детьми после перерыва летнего. Но и в то же время это немножко такие грустные нотки, поскольку мы последний год с ними вместе идем школьной дорогой. Вот, шесть длинных лет позади, с пятого класса мы с ними рядышком. Вот они мне очень родные уже, эти дети, в самом деле. И вот нам остался один год всего лишь, сложный, непростой, у нас много изменений. И мы понимаем, что как мы сработаем в этом году, такие результаты мы будем иметь в будущем. У меня слезы на глазах. Естественно, это первый ребеночек у меня идет в школу. Мы к этому дню очень готовились. Переживала, что выбрать из одежды, что выбрать из канцелярии. Естественно, также волновался и ребенок. Переживала она, чтобы детки ее встретили дружелюбно. Ну, очень волнительно. Сегодня помимо педагогического коллектива, родители и дети настраиваются на плодотворную работу. Ведь впереди целых девять месяцев новых открытий, интересных занятий, творчества и труда. Да, порой, может, не простого, но очень нужного. Первое сентября, скорее всего, для меня больше праздник, потому что это остался последний год. Это праздник для всей республики. После этого я уже больше не буду учиться в школе, пойду в более взрослую жизнь. Но, с одной стороны, это и разочарование, потому что закончилось лето, снова начинается учеба. К этому всему нужно привыкать. А привыкнуть будет сложновато. У меня был вариант идти в наш политехнический университет на экономический курс. У меня довольно-таки хорошо получается с английским, с математикой. Конечно, надо будет поднажать какие-то пробелы за это лето, что-то еще. Ну, а так, вроде бы, прекрасно все. Я хотела идти в первый класс. Сначала боялась, а потом нет. Я буду выполнять домашние задания все. Кульминацией торжественной линейки стал традиционный первый звонок. И совсем уже взрослый одиннадцатиклассник пронес на плечах маленькую первоклашку с белыми бантами. Ну и, конечно, какой праздник может быть без подарков? Каждый первоклассник получил к первому сентября подарок от президента. Именно по книге «Беларусь наша родима» и прошел сегодня первый урок знаний дорогами будущего. Звездные знания!